Всех нас зачастую преследуют неудачные моменты, провалы, несбывшиеся мечты или ожидания. Всё это базис построения нашей дальнейшей жизни, которая показывает, как мы учимся на наших ошибках. Но что если я вам скажу, что у британского актёра Генри Кавилла таких неудачных моментов в жизни было достаточно? Что аж в один момент можно завершить актёрскую карьеру или вечно жить судьбой актёра второго плана? Раньше Генри Кавилл был никому неизвестен и вдруг как-то так случилось, что он полюбился людям как Супермен, Ведьмак или обычный рядовой геймер, который в открытую заявляет о том, что лучше он проведёт один вечер в видеоигре, чем пойдёт на какую-нибудь вечеринку. Вам очень понравилась история Бена Аффлека и его роли Бэтмена, потому сегодня мы разберём, как Генри Кавилл смог устоять на пути многочисленных трудностей не хуже человека из стали. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий, если видеоролик вам понравится. А мы с вами начинаем. Начнём с того, что Генри Кавилл никогда не учился актёрскому мастерству. Он родился в многодетной семье, отец работал биржевым посредником, а мама была банковским сотрудником. С самого детства Кавилла интересовал только спорт и театр. Потому в школе Генри занимался регби и при наличии возможности выступал на школьных спектаклях, где его уже замечали театральные режиссёры и приглашали к себе на выступление. Генри очень нравилось выступать в театре и он очень хотел однажды познакомиться с каким-нибудь актёром, дабы заручиться советами и наставлениями для построения своей, возможно, будущей карьеры. И однажды Кавиллу удалось повстречать актёра Рассела Кроу, который на тот момент снимался в фильме «Доказательства жизни 2000 года». Кроу дал очень простой и незамысловатый отзыв о своей работе. Актёрам очень хорошо платят, но отношение к нам дерьмовое. Мы для них просто инструмент и не более того. Но даже с учётом такого немногообещающего отзыва от Рассела Кроу, Генри всё-таки хотел попробовать себя в этом деле. Начиная с 2003 года, Генри Кавилл стал пробоваться на разные роли, включая роль Супермена, Седрика Диггри из фильма «Гарри Поттер» и даже на роль Эдварда Каллина в «Сумерках». Но по разным обстоятельствам вместо Кавилла на роль Супермена взяли Брэндона Рута, фильм «Возвращение Супермена», а Роберт Паттинсон смог урвать себе роль Седрика Диггри и 108-летнего вампира. Но Кавилл не останавливался и даже в какой-то момент пробовался на роль Джеймса Бонда в перезапуске шпионской франшизы «Агента 007». Но и там Генри было отказано, и вместо него сделали выбор в пользу Дэниела Крейга. Отказ был связан с тем, что Кавилл на момент проб на роль Джеймса Бонда был ещё молод. Но несмотря на то, актёру и по сей день пророчат роль нового Джеймса Бонда. Да что уж там говорить, на ютубе имеются фанатские трейлеры с дипфейком Генри Кавилла на роли Джеймса Бонда. И такие работы собирают сотни тысяч и миллионы просмотров. Скажу честно от себя, я бы не назвал Генри Кавилла, грубо говоря, неудачником. Но то, что в течение долгого времени у него были отказы на значимые роли, это факт, который действительно может пошатнуть вашу веру в себя. Но Генри не расстраивался, потому что в один момент ему всё же удалось сыграть главную роль в крупном бюджетном проекте под названием «Война богов. Бессмертные». А после этого фильма, то Генри пытался дозвониться Зак Снайдер, чтобы предложить ему роль нового Супермена. Но актёр пропустил пару звонков, так как он просто был занят игрой в World of Warcraft. Да, вы не ослышались, человек был очень увлечён игровым онлайн проектом, из-за чего просто не мог ответить на звонок режиссёра. Или просто не слышал его. На одном из вечерних шоу Конана О'Брайена, после выхода фильма «Бэтмен против Супермена», Кавилл рассказал о том, как он получил данную роль. Потому что сейчас я могу задать вам саму вопрос, Хенри. Это второе время вы взяли в Супермена, но в первую очередь вы получили Супермена, что ваша реакция? Ну, первое время я получил, я вообще нестал это. Я была... Я была играть в World of Warcraft в то время, и я была приоритетом. Смотрите, вы были дома, не так как вы не были дома, вы были дома, но вы были играть в World of Warcraft, и вы говорили, что «Воу, я получил это потом?» Да, 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 абсолютно, я получил это потом. И я была играть, это была важная часть, в определенную дунжену, которую я прошел. И... И... Это круто, что я Супермен. Да. И я посмотрел на последний момент, и я увидел Зак Снайдер's имя на телефон, и я взял телефон, и потом потерял его. Да. И я позвонил ему обратно, и сказал, что я очень извиняюсь, что я спасал жизнь кто-то. Итак, в 2013 году выходит фильм Зака Снайдера под названием «Человек из стали» с Генри Кавиллом в главной роли. Зрители приняли фильм неоднозначно. Для кого-то проект был лучшим о Супермене, а для кого-то это было, цитирую одного из зрителей, бездарная тягомотина. А самого Кавилла подмечали как самого странного Супермена, потому что актер в течение фильма больше хмурится, о чем-то думает и практически не показывает эмоции. Это не мое мнение, а мнение самих зрителей на то время. Также в сторону Кавилла и Снайдера намеренно писали гневные отзывы, так как на роль Супермена, который является американцем, взяли британского актера. Но, как и всегда, Зака Снайдера никогда не смущали подобные высказывания, и он всегда был уверен в своем выборе и принятых решениях. Так или иначе, Генри очень понравилось играть Супермена, и для него этот персонаж стал очень значимым. И Кавилл был готов вернуться к этой роли в фильме Бэтмен против Супермена. И если вы смотрели предыдущий видеоролик про Бэтмена Бэна Аффлека, то знайте, что на момент выхода Бэтмен против Супермена, фильм был принят негативно как критиками, так и обычными зрителями. Фильм разошелся на мемы, Бэн Аффлек и Генри Кавилл получили золотую малину за худший дуэт. И плюсом ко всему, фильм не набирает нужной суммы в прокате, из-за чего не окупает его производство. И казалось, может ли быть еще хуже? Конечно может. В период с 2017 года Генри Кавилл должен был отращивать усы для фильма «Миссия невыполнима» и изобревать их было нельзя. И в тот же самый период были съемки «Лиги справедливости», где на моменте постпродакшена Генри замазывали эти самые усы. И получилось, мягко говоря, не очень. Смотря на плохо замазанные усы и размытую кожу в области рта, можно даже подумать, что в принципе можно было показать Супермена и с усами. Фильм «Лига справедливости» Джосса Уидона проваливается в прокате и не собирает зрительских симпатий. Но опять же, несмотря на все, Кавилл не сдавался и продолжал двигаться. Роль Супермена помогла обратить внимание других режиссеров, которые хотели бы видеть Генри в своих фильмах. Как, например, тот же Гай Ричи, который наприметил Кавилла уже на большую часть своих проектов. Генри неоднократно рассказывал в интервью о том, как для него важна роль Супермена и, что вероятно, это самая лучшая роль в его жизни. Он рассказывал о том, как они с Заком Снайдером планировали развивать Супермена в дальнейших произведениях и как этот персонаж мог бы полюбиться народу. Но в какой-то момент услуги Зака Снайдера становятся более не нужны студии DC. И те, в свою очередь, плотно стали игнорировать существование Генри Кавилла как Супермена. Супермен появлялся в разных фильмах DC в качестве камео, но без лица или хоть какого-то намека на то, что это именно Генри Кавилл. Проходит время, и Зак Снайдер набирается сил, чтобы выпустить свою незаконченную версию Лиги Справедливости, которая вышла в 2021 году. Снайдер приглашал Бена Аффлека, Генри Кавилла и Джареда Лето на съемки новых и дополнительных сцен для фильма. Из всех приглашенных отказался только Кавилл по неизвестным причинам. Но, как бы то ни было, Лига Справедливости Зака Снайдера буквально впечатляет людей во всех смыслах. И люди начинают уже совершенно по-другому смотреть на Супермена Генри Кавилла, и даже в какой-то момент люди начали создавать петиции и хэштеги с просьбой вернуть Кавилла на роль Супермена, чтобы сделать условного человека из стали 2. И в один момент мольбы зрителей и фанатов были услышаны, как ни странно, Дуэйном Джонсоном, который был главным героем фильма Черный Адам и, помимо этого, был еще продюсером проекта. Дуэйн в один момент присел на шею Warner Bros. и уверял их в том, что вернуть Кавилла на роль Супермена – это именно то, что нужно сейчас DC. В результате чего мы получили такую сцену в конце фильма. Большая часть людей ликовали и были рады возвращению, как говорили сами зрители, легендарного Супермена. Генри Кавилл и сам безумно был рад такому событию, на фоне которого он даже выпустил видео о том, что официально возвращается к роли Супермена. Появление в Черном Адаме – один из лучших моментов в моей карьере. Я чувствую себя потрясающе, когда у меня есть возможность снова надеть костюм Супермена. Но радостные вести продолжались недолго, так как из-за проблем внутри DC, Warner нужен был новый руководитель, который мог бы взять на себя всю ответственность за происходящее внутри. Нужен был человек, который мог бы быть Кевином Файги только в рамках DC. И им стал Джеймс Ганн, который официально объявил о перезапуске вселенной DC, а вместе с перезапуском Супермен Генри Кавилла остается пережитком прошлого. Пока ситуация с Суперменом была неясна, Генри сыграл еще одного культового персонажа, с которым он уже был знаком, как никто другой. Генри сыграл Ведьмака Геральта из Риви в адаптации от студии Netflix по мотивам романов Анджея Сапковского про этого самого Ведьмака. Кавилл неоднократно признавался в том, что вселенная Ведьмака слишком много значит для него. Он рассказывал о том, как проходил два раза третью часть, играя с настройками сложности, проходил вторую часть и читал несколько книг. Актер очень желал того, чтобы однажды кто-то сделал адаптацию Ведьмака, и как только появился микрослух о том, что Netflix планирует сделать сериал по Ведьмаку, Кавилл буквально просил своих агентов ежедневно держать связь с Netflix и уточнять у них информацию по сериалу, так как Генри очень хотел получить роль Геральта. Netflix ответили Кавиллу о том, что у них даже еще не было сценария и исполнительного продюсера проекта, потому точный ответ о роли дать ему не могли, но студия понимала, насколько сильно актер хочет данную роль. И вот, первый сезон Ведьмака выходит на сервисе Netflix 20 декабря 2019 года. Зрители дали сериалу достаточно среднюю оценку, но только ленивый не подмечал факт того, как гармонично Кавилл смотрелся в роли Ведьмака. Поначалу люди и не могли представить себе Генри на роли Геральта, даже по физическим параметрам, так как Кавилл достаточно крупный и подкачанный, но это никак не помешало актеру вжиться в роль. Геральт Кавилла груб, загадочен и местами мрачен. Белый волк очень эффектно машет мечом в сериале, рычит, хмыкает, ну и естественно, как же без сексуальных поз в горячей ванне. Генри Кавилл стал главной звездой сериала и даже несмотря на явные проблемы самого проекта, люди были готовы смотреть его дальше, ради чудесной работы самого актера. Но, как бы то ни было, после третьего сезона Генри Кавилл самостоятельно покинул проект, точные причины неизвестны и по сей день. Кто-то говорит, что Кавилл отдал предпочтение роли Супермена, так как еще не было известно о перезапуске DC от Джеймса Ганна. То ли Кавилла не устраивало видение шоураннера самого сериала, так как большинство вещей в самом сериале были далеки от канона, а сам Генри неоднократно подмечал то, что порой даже вступал в конфликт со студией, чтобы в сериале было как можно больше именно книжного Ведьмака с упором на детали. Очень вероятно, что Генри не устроил именно сам подход создателей сериала, так как они просто не хотели слушать даже самого автора книг вселенной Ведьмака. Что ж там говорить про актера? Какой бы человек не хотел играть всемирно известного Супермена или культового Ведьмака? Такие возможности это настоящее золото. И по итогу Генри Кавилл покинул окончательно проект, а роль Ведьмака взял на себя Лиим Хемсфорд, которого уже успели показать в обличии Ведьмака. Казалось бы, актер лишился одних из самых значимых ролей в кинематографе, но так ли все плохо? После того, как Джеймс Ганн объявил о перезапуске вселенной DC, он сразу решил лично встретиться с Генри Кавиллом, чтобы объяснить причину такого перезапуска и насколько в принципе важно дать людям нового Супермена. Кстати, новым Суперменом будет актер по имени Дэвид Коррен Свет, которого уже называют молодой версией Кавилла, но лично я не вижу абсолютной схожести, только общие черты. Генри не держит какую-либо обиду на DC или Джеймса Ганна после их совместной беседы. Скорее, Генри поверил Ворнерам и Дуэйну Джонсону, который на тот момент, по слухам, очень хорошо пытался прогнуть вселенную DC под себя и его Черного Адама, потому что Супермен был просто необходим. А с ролью Ведьмака, думаю, тут и так все понятно. Очень вероятно, что актер просто более не мог терпеть отношение студии Netflix к первоисточнику и абсолютное игнорирование того, что может предложить актер или уж тем более сам автор вселенной. Несмотря на все эти вещи, Генри Кавилл продолжает жить свою жизнь и развивать свое актерское портфолио. Актера особенно любит в социальных сетях за его приверженность к видеоиграм, а видеоролик, где Генри самостоятельно собирал себе компьютер, собрал 9 миллионов просмотров. Также у Генри есть его любимая собака по имени Калелл. Да, актер назвал своего питомца в честь роли, которая принесла ему широкую известность. Кавилл также неоднократно говорил о том, что его собака является частью его жизни и он никогда не ощущал такой крепкой связи с кем-либо. Сейчас Генри встречается с продюсером по имени Натали Вискуза и, как недавно стало известно, они уже ждут первенца. Скреплен ли Генри узами брака с Натали, точно неизвестно, но думаю, что появление ребенка является поводом, чтобы сделать это. Генри Кавилл является для меня значимым актером. Если с Кавиллом выходит какое-либо кинопроизведение, я с охотой добавляю его в свой список для просмотра, так как интересно посмотреть, какой образ на этот раз применил на себя великий и ужасный. Недавно выходил фильм от режиссера Гая Ричи под названием «Министерство неджентльменских дел», где Кавилл сыграл главаря военной банды, которые с большим удовольствием кромсают немцев во время Второй мировой войны. В фильме Генри смотрится отлично и дает зрителю прочувствовать его роль. Сейчас для большинства Генри Кавилл становится своего рода классикой тех или иных ролей. И когда на роль того же Супермена приходит новый актер, его автоматически сравнивают именно с Кавиллом, потому что Супермен Генри Кавилла – это как хорошее вино. С годами оно становится только лучше. Если у вас есть какие-либо мысли по самому актеру, его ролям и прочее, то напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Спасибо вам за просмотр видеоролика и уделенное время. Хорошего вам дня и до встречи в следующих видео.